Это моя любовь! Моя любовь! Моя! Ты смотри! Любовь и революция, романтика и террор. В этот раз по-своему маленький театр раскрыл циников Анатолия Маренгофа. Как никогда актуальный для нашего времени роман. Слишком много совпадений с нашим временем, говорит режиссер постановки Татьяна Захарова. На фоне ужаса и мрака в мире, который рассыпается на осколки, человек пытается остаться человеком. Ищет собственные идеалы и веру. Циники – это про тех, кто смог выкарабкаться, и про тех, кого прижало слишком сильно. В Петербург тот же самый, я все время говорю про блокаду. Кто-то становился реально каннибалом и начинал есть людей, своих соседей и так далее. А кто-то как бы умирал и отдавал последний кусок хлеба. То же самое концлагеря. По сути, это личность. Стрессовая ситуация, да, проявляет людей. И тогда уже становится понятно. Ну, кто-то реально личность, а кто-то вот не выдерживает. Но это не значит, что как бы ты осуждаешь этого человека. Но другое дело, сам не знаешь, что ты будешь делать, когда окажешься в таких обстоятельствах. Главные герои – Ольга, которая пытается благодаря любви выжить в этом совсем чужом для нее новом мире. И Владимир, для которого любовь – это и есть вся его жизнь, несмотря на обстоятельства. У нас дуэт. Я надеюсь, что мы пробуем не показывать, а проживать историю любви. Вот если ее увидится, если ее считается, значит, мы на правильном пути. Для Власа же роль Владимира была новой и интригующей, но в то же время пугающей. Однако, что такого переломного для своей личности он черпнул из Владимира, актер предпочел умолчать. Пополнилась актерская копилка маленького театра еще одним, образно говоря, золотым червонцем в виде Игоря Марьина. Я, наверное, больше танцую, чем играю. То есть у нас такая небольшая маленькая танцевальная компания «Творческий беспорядок». И мы ставим свои моноспектакли танцевальные. Но здесь выдалась такая возможность, пригласили поучаствовать в драматическом спектакле. Ну, как бы это такой выход. Попробовать себя, то есть вот решился, попробовал. Не знаю, получилось, нет, это как бы не мне решать. Благодаря циникам попробовал себя в новом амплуа и актер Нижнетагильского театра «Кукол» Роман Брилев. Театр «Кукол» – это театр представления в первую очередь. А тут совершенно другой театр. Здесь он такой психологически больше. И, конечно же, мне, как артисту, который в театре «Кукол» проработал там уже 17 лет, очень сложно переключиться на другую работу, так скажем. Но это очень интересно, ради этого я как раз и здесь. Татьяна Захарова призналась, что работой над постановкой еще не початый край. Но уже в марте массовый зритель сможет встретиться со всеми героями циников наяву.